Здравствуйте, дорогие друзья! Здраво и желаю! Только я поставила берет на свою голову. Вот будет без берета. Сегодня веду аксептик. Борщ с грибами. Грибами, значит. Вам понадобятся грибы. У меня собраны грибы из леса. А вот, конечно, нам понадобится черный лук. У меня, дорогие друзья, такие простенькие рецепты, потому что я не мастер-повар. Буквально борщ из чего ты хочешь. Конечно, всегда черный лук и этот чеснок вам понадобится. И вам понадобится картошка и морковь. Ну, вы буквально можете ставить то, что вам нравится. Какие-либо овощи. Я что-то слышу, я не знаю, что. Животные либо духи. Бес. Обалбес. У меня маленький кастроль, потому что... Не знаю. Наверное, не все будут кушать мой грибный борщ. Либо суп, я не знаю. Борщ. Старее всего, борщ. Потому что моей матери стало однажды плохо из-за грибов. Когда она съела пиццу, то есть, они ей сказали, что это из-за грибов. И она с тех пор не хочет кушать ничего, что имеет связь с грибами. Даже мой борщ. У меня сейчас глаза болят. Потому что очень острый этот черный лук. Да, я знаю, что слышу, моя кошка на окне. Да, иди ты, лови мышей. Постоянно внутри сидеть хочет. Это еще чего-то. Добавляем кастрюлю, конечно. Нужно порезать еще картошку и морковь. Можете порезать как вам нравится, на мелкие куски, на большие, на... не знаю. Значит, этот раз мы будем делать на электричестве. Потому что в прошлый раз, когда я пыталась снять на печке рецепт, вышло то, что... Эмм... Господи, что здесь? А, немножко, еще немножко, и мой планшет взрывался бы. То есть, суснулся бы взрыв. Потому что было очень, очень горячо. А вы знаете, однажды я спала и слышу некоторый звук от моего планшета. И я думаю, что это за звук? Ну, не этот планшет, на котором снимаю, а другой, Lenovo. Я смотрю, он показывает, что батарея очень горячая. То есть, он стоял на солнце. Я спала, он возле моей головы почти... Вышло солнце и загрело его. И, к счастью, он мне показал, что будет взрываться, и я уклонила его от солнца. Значит, это было счастье. Иначе не знаю, что случилось. Я знаю, что... Какое случалось, что батарея взорвалась. Даже в кармане человеку. От телефона. Потому что загрелось-то очень. Поэтому будем на круге. На круге. Я наконец-то одна домой. Могу снимать ролик. Ну, не только это. У меня мотивации не было. Некоторое время. И если вы смотрите этот ролик, спасибо. А вы знаете, что я провожу стримы? То есть, у меня проходит стримы. Эта коршка уже настала. Я её сейчас порежу и поставлю ему коршку. Ха-ха-ха. Шучу. То есть, на следующую неделю, дай это бог, конечно, будут у меня стримы. Так что заходите. Мне нужно взять что-то. Вот это. Вот это. Наливаем солночное масло. Да. Я возьму... Чтобы перемешать. У нас это называется вегетто. Наверное, у вас сухой там... За... за... Специи. Сухая специя. Я не знаю. Сухая специя. Это одовщи. Так. Это вы примерно делаете сколько вам хочется и сколько вам понадобится. Перец. Это перец? Не знаю. У нас называется бибер. Э. Вот так. И сейчас я поставлю его здесь. Немножко на печи, чтобы пожарился, я возьму грибы. Они стояли в морозильнике, поэтому они выглядят так. Чтобы вы посмотрели, какие они. Здесь три разных, значит, такой. Лисички. Я знаю, что эти лисички у вас называются... У нас лисичарка. Это называется у нас пуф. А это сумчица. Она большая, а вот она здесь на куски. Эмм... Я их немного нарежу. Совсем немного. Потому что у меня совсем мало этих грибов. И не буду делать... Ой, что это там? Вообще-то большой кастрюль, а маленький мне много и не понадобится. Еще один ингредиент вам понадобится. Это сметана. Сметана, потому что она сему дает лучший-лучший вкус. Понятно? А сейчас... Ну, вы можете и тут стоять, да. Вот это разокрою, посмотрю. Наверное, нужно дерево взять. Ну... Захотит. Посмотрим, если вообще захочет здесь заработать. Хоро нет. Ну... Приключите. Включаем, чтобы пожарился. А потом добавим грибы и сметану. Ну, одну ложку эту. Сметаны добавим. И, конечно, воды. И вот и все. То есть... Ничего такого сложного в этом нет. Борщ самое простое, да. Ну, важно, чтобы человек поел что-то, да. А... Примерно такой рецепт и для борша с крапивой. То есть у меня есть на канале и борщ от крапивы, как называется. Буквально такой рецепт. Вы добавляете то, что вам нравится. Можете ставить томатный соус. У меня домашний кетчуп. Это как... Эм... Эм... Как соус. Значит, он лучше купогного. То есть... Того, который Мик покупает. Вот. Грибочки. От них кипит. А я вам покажу, как выглядит. На конце. Еще немножко добавим сметану. Хорошо пожарим. Пишите в комментариях. А вы любите борщ? И какой вы делаете? С чем? Грибы вы любите тоже? Либо вы не любите, как моя мать, потому что у вас стомак заболел. Стомак! Ха-ха-ха! Живот заболел из этого. У нас стомак, а у вас живот. Подожду. Нужно, чтобы начало пахнуть. Понимаете? Чтобы пошел запах этого черного лука. А есть люди, которые не ест черный лук, либо чеснок. Ну, они практически дают вкус блюдам. Значит, от них все и зависит. Добавляем. Немного вместе их пожарим. Потом добавим эту сметану. Я вам покажу, как выглядит. Я возьму воду, потому что нужно ее налить. А вот и вода. А вот здесь у меня горячая. И... Что хотела? У меня летит все это. Да-да-да. Мне хочется купить сегодня ляпшу, потому что я очень люблю ляпшу пожарить с сметаной. Это тоже у меня есть такой рецептик. Попробуйте обязательно. Добавляем. Продолжение следует... буквально сколько вы хочется добавить ее вот так примерно выглядит тут вода от грибов от сметанки и так далее будет это красиво то есть будет будет вкусно я забыла если я вообще-то добавляю муку я не могу сейчас помнить в борщ с крапивой я добавляю муку и паприку я их холодную воду я их смешиваю с холодной водой муку и паприку и добавляю борщ ну я не знаю в этот я не буду добавлять паприку возможно только муку здесь закончим этот видео потому что у меня я не обрабатываю обрабатываю свои видео с и поэтому результате нужно показать в отдельном видео если я вообще буду показывать ну я вам показала примерно как все это выглядит и очень вкусно пахнет сметана дает вкус особенный этим блюдом спасибо кто смотрел заходите на стрим лайк поставьте если вам не тяжело пока